Здравствуйте! Христос воскресе! В эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Казынцева. Мы живём в мире, и мир — это всё, что есть вокруг нас, и мы сами. Над головой у нас небо, под ногами земля, вокруг другие люди, деревья, дома, птицы, звери, разные вещи. Всё, что стоит, висит, лежит в нашем доме, всё это сделано людьми из разных материалов — дерево, глины, металла, камня. Но откуда деревья, глина, камень? Откуда земля, солнце и луна? Кто создал всю эту природу, то есть то, что люди сами сделать не могут? Кто создал самих людей? Кто создал природу и её законы? А может быть, их никто не создавал, а они появились сами? Или, может быть, они были всегда? Да. Узнать ответы на все эти и другие вопросы очень важно. Но ещё важнее знать того, кто всё создал. И об этом всё говорится на страницах книги, которые называются «Закон Божий». В наше время существует немало изданий подобных книг, и одно из них мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Книга «Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей» вышла в свет при содействии двух издательств — «Паломник» и «Русский хронограф». Составительница этого труда Софья Сергеевна Коломзина широко известна в России и за рубежом как организатор православного образования. Она прожила долгую жизнь, большая часть которой была отдана детям и их воспитанию в духе православной церкви. Родилась Софья Сергеевна в Санкт-Петербурге в далёком 1903 году в дворянской семье. Её детство и юность связаны с нашей страной, где остались не только счастливые воспоминания детских лет, но и тяжёлые переживания времён революционного лихолетия. В 1920 году её семье удалось выехать из Советской России. Её дальнейшая жизнь была связана с такими странами, как Эстония, Германия, Франция и США. Софья Сергеевна обучалась в Берлинском университете, а степень магистра по педагогике получила в Колумбийском университете в Нью-Йорке, который окончила в 1927 году. Вернувшись после этого в Париж, она заняла должность директора отдела образования Русского студенческого христианского движения. В 1932 году вышла замуж за инженера Никиту Яковлевича Коломзина, с которым прожила в любви и согласии без малого семь десятилетий. На их долю выпали испытания, связанные со временем нацистской оккупации, когда супругам пришлось покинуть Париж, и после военной неустроенности. Несмотря на скудость своего тогдашнего бытия, Коломзинам удавалось оказывать помощь советским военнопленным, оказавшимся в оккупированной Франции. В 1948 году семья переехала в США, где Софья Сергеевна мирно скончалась 29 сентября 2000 года. Будучи заботливой матерью четверых детей, бабушкой 11 внуков и, наконец, прабабушкой, Софья Сергеевна много лет профессионально занималась христианской педагогикой. По приезду в Соединенные Штаты она сразу включилась в работу отдела религиозного образования Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Америке, занимаясь редактированием духовно-просветительной периодики для взрослых, молодежи и детей. С 1956 года до выхода на пенсию она также состояла профессором на кафедре христианского образования Свято-Владимирской Православной Богословской Семинарии в штате Нью-Йорк. Читателям в нашей стране хорошо известна ее книга «Наша церковь и наши дети», которая выдержала не одно издание на русском языке. Она стала незаменимым пособием для преподавателей приходских воскресных школ и православных учебных заведений, а также для родителей, желающих воспитывать своих детей в духе православной церковности. В последние годы на русском языке вышло еще несколько книг Софьи Сергеевны, в том числе «Священная история в рассказах для детей», что значит «Молиться Богу» и «Закон Божий до самых маленьких». Эти труды писательница старательно переводила, а можно сказать, заново писала по-русски, надеясь, что они будут изданы на ее горячо любимой родине. И вот сегодня на нашей книжной полке представлено краткое изложение основ православной веры в книге «Закон Божий». Это необходимое руководство для учителей православных гимназий, воскресных школ и внеклассных наставников. Рассчитана книга и на семейное чтение с участием детей. Размеры сборника ограничивают объем подробностей ради усвоения и творческого восприятия детьми, предлагая вам материала. Но, как отмечает София Сергеевна, в план каждого урока необходимо включить вступление или введение. Оно свяжет излагаемое за живыми интересами детей. Их следует заинтересовать темой, о которой пойдет речь на уроке. В предисловии издания автор, обращаясь к юным читателям, пишет, «В этой книге мы будем говорить не о чем-то одном, а обо всем вместе. Обо всем, что только есть самого лучшего и самого худшего на земле и на небе. Мы будем говорить о самом важном, о самом главном, что есть во всем этом великом мире. Еще мы будем говорить о том, какое сокровище надо найти, чтобы правильно, хорошо прожить свою жизнь и чтобы стать истинно счастливым. Ведь счастливый — это не тот, кто всегда веселится, смеется и поет. И не тот, у кого все есть. И не тот, кто может делать все, что ему вздумается. Это еще не настоящее счастье. Пока ты был маленький, ты бегал, играл, спал, ел. Так живут и все на свете животные. Рыбы, насекомые, звери, птицы. Они не могут понять то, что видят. Кошка просто живет, но никогда не думает о своей жизни. Она даже не знает, что можно об этом думать. Кошка хочет, чтобы было много мышей, и ей было тепло. Больше ей ничего не надо. Только человек с живой душой спрашивает, откуда небо и земля. Было ли время, когда их не было? И что они такое? И каковы все вещи на свете, в чем их смысл? Как найти истину? Как жить по правде? Как найти действительное, а не ложное счастье? Как различить добро и зло? Самая высшая истина для человека — Бог. Есть люди, которые ничего не знают о Боге, и потому думают, что Его нет. А есть и такие, которые даже не хотят о Нем знать. Но разве остальные, все те, кто говорит, что истина — это Бог, разве они и видели Бога? Откуда они знают о Нем? На свете есть очень много вещей, которые нельзя видеть, но которые есть. Например, есть ум, но разве его можно увидеть? Есть радость, есть любовь, но это мы не видим. Так и Бог не видим глазами, как радость, как ум, как любовь. Но мы видим Его дела и можем Его почувствовать сердцем. Многое можно узнать из видимого мира, но еще больше можно узнать о Боге из своей души и из жизни святых людей. Больше же всего можно узнать из святых книг, которые называются Священным Писанием или Библией. И обо всем этом рассказывает Софья Сергеевна Куломзина на страницах этой книги. Эта книга, по словам издателей, составлена с целью дать нужный материал родителям и преподавателям для занятий по закону Божьему с детьми от 7 до 12 лет. Сборник не рассчитан на то, чтобы проходить его как учебник. Глава за главой, с начала до конца. Составители предполагают, что для каждой возрастной группы можно находить подходящее содержание в различных частях книги. А сама Софья Сергеевна советует педагогам излагать урок живо, кратко и понятно, чтобы это был живой разговор, и закреплять его через художественный труд или проверочные испытания, цель которых — не получение хорошей отметки, а повторение того, что было пройдено, и выяснение смысла указанного. Самое главное в занятиях по закону Божьему, как считает автор, это чтобы между детьми и преподавателем царили доверие, дружелюбие, взаимопонимание и уважение друг к другу. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я с вами на этом прощаюсь и желаю интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok